Известное чувашское произведение в необычной вариации. В Национальной библиотеке прошла презентация уникальной монографии Иллимби Тургай Нарспиана. Книга написана по мотивам поэмы Нарспи Константина Иванова, основоположника чувашской литературы. В ней собрана обширная галерея лучших иллюстраций, графика и живопись художников разных творческих направлений. В числе первых созданием познакомился Рифат Фаткулин. Настоящий праздник для ценителей искусства. Это не просто книга, а уникальная возможность познакомиться с сокровищами поэмы Нарспи. В буквальном смысле увидеть то, что спрятано за словами. Формально у Нарспиана всего один автор – молодой искусствовед и педагог Иллимби Тургай. На самом деле наглядно виден вклад множества художников, которые в разные времена иллюстрировали издания. Их около 300. Впервые все, что разбросано по многочисленным источникам, Иллимби Тургай собрала воедино 10 лет кропотливой работы. Писалась она так долго, потому что очень обширный, богатый материал. В книгу включено более 50 художников, работавших по этой теме, в разных направлениях и жанрах изобразительного искусства. Это живопись, это разные виды графики, станковая, книжная графика. Это, конечно же, произведение скульптуры, монументальной, малая скульптура, произведение медальерной графики. Конечно, среди художников-нарспианы невозможно не отметить таких преданных рыцарей поэмы Нарспи. Это, конечно же, Петр Сизов. В его оформлении издано очень много изданий. Это Праски Вити. Автор, еще пахнущий типографскими красками новой книги, постарался сделать все, чтобы монография получилась насыщенной, доступной для понимания, давала полное представление о жизни, истории любви Нарспи и в наши дни. Конечно же, такого рода работы в последние годы институт достаточно много издает. Но особенность этой работы, она стоит в том, что все-таки Нарспиана, то, что сотворил в 1908 году Константин Иванов, именно 110 лет в этом году, со дня выхода этой поэмы «Свет», это, конечно, не приходящее еще и будущим поколениям осмысливать, осмысливать и еще раз осмысливать. Нарспиана без преувеличения явления мирового масштаба. Бессмертная поэма была переведена на 17 языков, и каждый текст нуждался в оформлении. Их иллюстрировали выдающиеся зарубежные художники. «Своеобразие особенно интересно, как автор сегодняшней книги «Илимби» Валерьевна сумела разобраться, проанализировать, ведь на каком языке издают, дух той культуры и проявляется в зрительных образах. Смотрим, даже корейское изображение есть, есть и, скажем, марийские, татарские издания, якутские издания, китайские издания. Везде чувствуется дух той культуры, который слит с поэтическим образом чувашским». Тираж монографии пока небольшой – 200 экземпляров. Книга поступит в библиотеки республики, в музеи, архивы и будет доступна для каждого читателя. И это еще не окончание работы, признается и Лемпи Тургай. Второй том «Не за горами». Рифат Фадкулин, Сергей Адушкин, Республика.